Песня Песня Если бы у нас не было всего этого, я повторяю, что это малые поправки, то уравнение было бы такое. Песня Равняется П в квадрате пополам минус Фи. Тогда П в квадрате пополам это H плюс Фи. Тогда П в четвертый на 8С в квадрате это будет H плюс Фи в квадрате делить на 4С в квадрате. Поскольку собственные функции от какого-то оператора совпадают с собственными функциями от функции от этого оператора, так как функция от оператора может быть разложена в ряд по степеням этого оператора, сколько они действуют, какого и степень оператора на функции. Это всегда собственная функция. Поэтому те состояния, которые у нас были, N, L, M, это состояние, которое мы сосчитали в атоме водорода с главным квантомным числом, орбитальным моментом, и Z-проекцией орбитального момента, это не масса, это Z-проекция орбитального момента, они были собственными состояниями оператора Гамильтона и входящего в него оператора потенциала. Поэтому они собственные состояния и этой поправки. Поэтому наличие этой поправки не меняет собственные функции, а только меняет энергию чуть-чуть. И добавочная энергия, Дельта В, за счет зависимости массы от скорости, это есть просто магичный элемент такого оператора на таких состояниях. Н, L, M, дальше у нас будет H в квадрате плюс 2H, F, плюс F в квадрате на 4C в квадрате, N, L, M. Ну, F, известно чему равно, это минус 1R, извините, плюс 1R, да, потенциал, плюс 1R. Поэтому это будет так. Ну, единица на 4C в квадрате неинтересна. А здесь N, L, M от H в квадрате, N, L, M, плюс удвоенное произведение. Н, L, M на H, единица на R в квадрате, N, L, M. Ну, что касается первого слагаемого, то это просто... Ну, смотрите, H в квадрате это H умножить на H. Между H-ами можно вставить единичный оператор, поэтому это будет H. H, а здесь будет сумма по всем мыслимым состояниям водорода. В такой штуке N'L'M' на N'L'M'. И дальше стоит оператор снова H. А справа и слева у нас стоят N, L, M, и тут стоит N, L, M. А тут сумма по всем. Но поскольку N, L, M — собственный вектор оператора H, то это есть просто состояние N, L, M на энергию такого состояния. А энергия — это минус постоянная Риттберга делить на N в квадрате. Но тогда N, L, M, умноженное на N'L'M' даст дельта-функцию символа Кронекера по всем квантовым числам. Поэтому здесь... Ну и здесь то же самое. Поэтому здесь будет стоять только одно состояние N, L, M. И это означает, что если у нас это собственное состояние этого оператора, то собственно, то маточный элемент от квадрата значения этого оператора на собственных состояниях — это просто есть квадрат собственного числа. Поэтому здесь будет просто Риттберг в квадрате на N в четвертой. Ну так, Риттберг на N в квадрате. Здесь то же самое будет. И от R и от H у нас оба оператора имеют эти состояния как собственные, поэтому от H у нас будет минус Риттберг на N в квадрате. А вот от R N, L, M, единица на R, N, L, M надо считать. Ну, друзья мои, явный вид волновой функции для водорода мы считали. Подставляете и считаете. То же самое здесь на R в квадрате. Значит, это интеграл, волновая функция в состоянии N, L, M, сопряженная, единица на R в квадрате на волновую функцию N, L, M, по D. Кстати, от шаровых функций здесь ничего зависеть не будет. Смотрите, от углов наши операторы не зависит. Поэтому шаровые функции, которые войдут в эти волновые функции, они нормированы на единицу и тут при таком вычитании. Поэтому тут будет радиальная часть волновой функции N, L, M, единица на R в квадрате на радиальную часть N, L, M. Они там вещественные, их даже сопряжать не надо. У нас радиальные части были вещественные. Ну а дальше элемент объема R в квадрат в синус тета, тета, д, 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 фи, так что все считается. R в квадрат, R в квадрат. Все эти интегралы считаются. И надо сказать, что для тех явных волновых функций, которые для водорода получаются, эти интегралы считаются не численно, а аналитически. И в результате поправка к энергии за счет элитивистских эффектов аналитически сосчитана, мы уж ее считать с вами не будем, это будет равняться минус единица на C в квадрате N в кубе, единица на L плюс 1 вторая, минус 3 на 4 N. Н в Риттбрих. Ну давайте посмотрим, что здесь интересного. Во-первых, если раньше у нас энергии водорода, это был ли S, это P, это D, у нас для данного N, для S, P и D уровней энергии были одинаковые, у нас энергии были вырождены, то теперь за счет этого эффекта у нас для разных L оказываются разные энергии. говорят, что у нас снимается вырождение по L за счет этого эффекта. Однако останавливают, да, ну во-первых, все уровни с заданным N, все вместе немножечко меняют свое положение, но кроме того, с разными L уровнями чуть-чуть расщепляются. Но это еще не все. Дело в том, что учитывать один этот эффект, не учитывая этого эффекта, абсолютно бессмысленно, потому что эти оба эффекта одинакового порядка по C, но они единицы на C в квадрате. В принципе, эту константу, которая здесь стоит, но можно ее оставить без C, чтобы помнить, что C в квадрате у нас везде стоит. Но вот эта, кстати, константа, которая стоит здесь, это называется константа спинно-орбитального взаимодействия. Это слагаемое того же порядка. Поэтому, чтобы сосчитать настоящие энергии, нам надо еще посмотреть, насколько сдвинется наша энергия за счет этого слагаемого. Ну и вот здесь возникает некоторая неприятность. Поскольку у нас оператор спинно-орбитального взаимодействия, это есть некоторая константа, может быть, деленная на C в квадрате, если ее не вносить. А здесь есть скалярное произведение двух операторов, то есть это есть LX на SX плюс LY на SY плюс LZ на SZ. Я вам напомню, что у нас состояния пока были с заданным главным квантовым числом, орбитальным числом, его проекцией на ось Z орбитального момента и со спином, равным 1,2 и проекцией спина на ось Z, которая могла принимать значение плюс-минус 1,2. И пока мы с вами не занимались спино-орбитальным взаимодействием, у нас сохранялись во времени и орбитальный момент, его проекция на ось Z и спиновый на ось Z сохранялся. И сам спин и орбитальный момент сохранились. А вот теперь у нас появился оператор, выражение для энергии которого входит не только произведение Z-проекций этих операторов, которые оставляют эти состояния неизменными, но у нас входят проекции на ось X и на ось Y этих операторов. И естественно, поскольку матрицы, я напомню, матрица оператора S, Z это 1,2, 0,0, минус 1,2, она диагональна. И оператора L, Z это была такая матрица L, 0,0,0,0,L, без 1. Ну, смотри, ну, скажем, для P-состояния это была такая матрица 1,0,0,0,0, минус 1. Она была диагональна. Для D-состояния это была матрица не 3 на 3, а 5 на 5 было 2,1,0, минус 1, минус 2. Они все были диагональны. Но все вот эти матрицы не диагональны. И поскольку они появились в выражении для оператора «энергия», то теперь у нас те состояния, которые мы раньше построили, перестали сохраняться во времени. И поэтому для того это означает, что в стационарных состояниях атома не может находиться в таких стационарных состояниях, потому что теперь в операторе «энергии» входят матрицы, имеющие не диагональные элементы. Ну, например, матрица спина, помним, у нас были еще элементы такие 0, 1, 2, 1, 2, 0. И была матрица 0, минус И пополам, И пополам 0. Ну, понятно, что эти матрицы не диагональны, и, следовательно, у нас состояния в этом случае во времени не сохраняются. Поэтому это означает, что построенные нами состояния теперь уже не являются стационарными. Надо построить новые стационарные состояния. Однако есть идея. Давайте введем оператор полного момента импульса электрона, который определим как сумму оператора «L» и оператора «S». Ведь у нас операторы «L» и «S» — это операторы момента. И мы с вами говорили, что если сложить два оператора момента, пока не взаимодействующей системы, то мы получим новый оператор, который тоже будет оператором момента. Если теперь... Да, и мы знаем, как строить собственные функции такого оператора. Эти собственные состояния и собственные функции строятся с помощью аппарата 3G-симбол. А именно, у такого оператора собственные состояния будут состоянием с моментом «Ж», «Ж» — «З» — проекция этого момента и определенными величинами моментов «L» и «S». Кстати, обратите внимание, вот это состояние, вот это состояние, есть произведение радиальной волновой функции, которая зависит от «N» и «L», на шаровую волновую функцию, которая зависит от «L» и «L». И за орбитальный момент ответственна только шаровая функция. Орбитальная никак на это не влияет. Поэтому мы можем перейти к новым волновым функциям с тем же самым орбитальным значением «M». С суммарным моментом «Ж», с проекцией суммарного момента «Ж» на ось «Z». Давайте называть это «M» вот такое. При этом у нас в новых волновых функциях, как мы говорили, полные значения складываемых моментов сохраняются. У этой функции сохраняется «L» и «S», но не сохраняются проекции «L» и «S» на ось «Z». И такое состояние мы строим как суперпозицию таких состояний по следующему закону. Тут у нас был корень из «2Ж» плюс «1». Дальше сумма по всем возможным проекциям момента «По N» и «Мю». Дальше была минус единица в степени «L» минус «S» плюс суммарный момент. Дальше шел «3Ж» символ складываемых моментов «L», «M» — это момент, это его проекция, «Spin» — его проекция. Полный момент «Ж» и минус проекция полного момента. А дальше всевозможные значения складываемых моментов. То есть волновые функции «N», «L», «M» и «S» равная «1», «2» и «Мю». Мы суммируем по «N» и «Мю», и в этой суперпозиции присутствует состояние со всевозможными значениями «Мю» и «Н», и поэтому эти квантовые числа не сохраняются. Но у нас сохраняются вот эти квантовые числа. Поскольку радиальная часть волновой функции зависит только от главного квантового числа «N» и орбитального «L», и которые сохраняются, это означает, что у этого состояния та же самая радиальная волновая функция. Те, которые мы считали. Ну а вот, что вместо этих состояний с заданными числами «L», «M» и «Мю», ну вот надо составлять вот такую линейную комбинацию. Надо составлять вот такую линейную комбинацию. Но самое главное, что в этой линейной комбинации зависимость от координат осталась для каждого уровня той же, которую мы с вами считали. Теперь, если мы ввели такие волновые функции и такие состояния, на них очень легко сосчитать оператор спинно-орбитального взаимодействия. Действительно. Давайте это равенство возведем в квадрат. Мы получим «J» в квадрате равняется «L» в квадрате плюс два скалярных произведения «L» на «S» плюс «S» в квадрате. Ну и тогда нужный нам оператор спинно-орбитального взаимодействия можно записать так. Это та константа, о которой мы с вами говорили. А здесь вместо скалярного произведения «L» на «S» которое сюда входит можно написать очевидное выражение «L» на «S» — скалярное произведение таких операторов это оператор «J» в квадрате минус «L» в квадрате минус «S» в квадрате пополам. Поэтому у нас оператор будет выглядеть квадрат оператора «J» минус квадрат оператора «L» минус квадрат оператора «S» делить на два. Вот так будет выглядеть наш оператор. А если мы теперь перейдем от таких состояний вот к таким, то значение на этих состояниях оператора спинно-орбитального взаимодействия довольно легко считается. Поправка энергии за счет спинно-орбитального взаимодействия будет такой, это константа А делить на С в квадрате, дальше одна вторая, собственное число оператора Ж, это Ж на Ж плюс один. Собственное число оператора Л в квадрате, это Л на Л плюс один. И собственное число оператора С в квадрате, это С на С плюс один, С у нас одна вторая, С плюс один три вторых, поэтому здесь будет минус три четверти. Естественно, поскольку у нас в константу А входит единица на R в кубе, помните, то когда надо считать энергию, ведь мы же должны все это сосчитать на всех волновых функциях, вот здесь в константе А будет стоять интеграл от нуля до бесконечности, тех же радиальных функций, которые у нас были, они не изменились, у нас Н и Л сохраняются. Поэтому будет Р, Н, Л от Р, единица на Р в кубе, Р, Н, Л от Р, Д, Р квадрат Д, Р квадрат Д, Р квадрат Д, Р квадрат Д. Придется считать такой интеграл. Такой интеграл, как вы понимаете, считается, и поэтому такая энергия считается. При этом мы помним, что когда мы складываем два момента, то у нас суммарный момент G пробегает значение от суммы до модуля разности моментов. Поэтому это будет от Л плюс С через единицу до модуля Л минус С. Ну давайте посмотрим, какие же у нас значения G будут возможны. Если у нас S состояние с L равным нулю, то G может понимать только одно значение, одна вторая. Это для S состояния. Для P состояния. Там L равно единице, поэтому G может принимать значение от суммы до разности три вторых, одна вторая. Если это D состояние, то L равно двойке, поэтому G может быть пять вторых, три вторых. Ну вот такую поправку дает спинно-орбитальное взаимодействие. Теперь эту поправку надо сложить с этой поправкой. И так как у нас G может принимать только значение L плюс или минус одна вторая, то вот эта сумма чудным образом упрощается. Это некоторый случайный фокус, который получился игрой чисел. Так как G может быть либо L плюс одна вторая и L минус одна вторая, то сумма этих двух слагаемых оказывается, если просто взять два таких значения G и подставить сюда, L при таком суммировании исчезает. И получается, что поправка к энергии зависит только от квантового числа жизни. И суммарное выражение уже для двух эффектов и релятивистского эффекта зависимости массы от скорости и спинно-орбитального взаимодействия будет следующим образом. Это 1 на n в кубе c в квадрате 3 на 4n, это то слагаемое какое есть, а вот второе слагаемое оказывается равным минус 1 на G плюс 1 вторая. Ну и теперь можно нарисовать новую улучшенную структуру энергетических уровней для атомных дорожных. Значит, вот так энергии. Я черным нарисую, как все было. С, П, Д, Ф состояние. У нас было состояние 1с, у нас были состояния 2с, 2п, у нас были состояния 3с, 3п, 3d. Ну и теперь смотрите, у нас за счет этих эффектов все уровни прежде всего немножечко приподнимаются. Вот, на такое слагаемое. Причем 1с сильно приподнимается. Давайте приподнимем первые уровни. Когда мы учитываем первое слагаемое, я считаю, что... уровни с N большим приподнимаются поменьше, с еще большим еще поменьше. Пока они все вместе приподнимаются. Но теперь есть еще это слагаемое, которое их приопускает, но оно их приопускает на значение G, которое может принимать значение от L, либо L плюс 1 вторая, либо L минус 1 вторая. Что произойдет? Здесь у нас есть один уровень с G равным 1 вторая, поэтому этот уровень чуть-чуть приопустится. Ну давайте я побольше утрированно нарисую, потому что следующие уровни приопускаться будут меньше. У нас здесь N растет, и этот эффект будет слабее. Теперь в S состоянии будет небольшое приопускание этого уровня. Оно меньше, чем здесь. В 8 раз. Потому что здесь у нас N равно 1, а здесь 2. А вот для S состояния, значит, для S состояния L равно 0, и тогда G равняется 1 и 2. А вот для P состояния L равно 1, а G пробегает значение от L плюс спин до L минус спин, поэтому будет G одна вторая и 3 вторая. Что касается G одной и второй, оно такое же, как и здесь. Поэтому состояние G одной и второй приопустится столько же, насколько это состояние. А вот для состояния G равного 3 вторых, оно опустится меньше. Поэтому оно будет лежать вот здесь. Это G одна и вторая, это G равно 3 вторых. Что касается S состояния, то этот уровень опустится вот так. Этот уровень опустится настолько же и чуть-чуть поменьше. А этот уровень, здесь у нас L равно 2, и G принимает значение 3 вторых и 5 вторых. Поэтому здесь, вот у этих уровней, я помню, соединяю одинаковые энергии. У этих уровней одинаковые энергии. А здесь у этого уровня и у этого будут одинаковые энергии. А второй приопустится чуточку меньше. Вот так уровни расщепляются. Теперь давайте договоримся, как по-настоящему называют энергетические уровни. Для того, чтобы хорошо описывать энергетические уровни, используется следующий набор всего. Уровень напишется, записывается так. Такие уровни называются термами. Тут пишется главное квантовое число. Дальше пишется полный орбитальный момент нашего состояния. Здесь пишется значение его спина плюс 1. А здесь пишется значение полного момента G. Пока у нас один электрон, у него полный момент L большой равен моменту орбитального этого электрона. А G полный, совсем полный момент с учетом орбитального и спинного момента. Это G маленькая. Если у нас электронов много, то L и G это соответствующие суммарные моменты по всей оболочке. Ну давайте тогда запишем. Здесь у нас N равно 1, орбитальный момент 0, это S. И спин у электрона 1, 2, поэтому 2S плюс 1 вот так. А G у нас равно 1, 2. Поэтому вот это состояние называется 1, 2S, 1, 2. Вот это полное название соответствующего состояния электрона. И это состояние, поскольку главное квантовое число 2, поэтому это будет 2S состояние, 2S плюс 1, 2 и проекция 1, 2. Как называется это состояние? Это будет 2, 2, но поскольку орбитальный момент равен 1, уже. Это называется P состояние, и его G, 1, 2. Это вот это состояние. А это состояние 2, 2P, 3, 2. Это состояние будет называться 3, 2S, 1, 2. Это состояние 3, 2P, 1, 2. Это состояние 3, 2P, 3, 2. Ну понятно, что это будет D состояние. Вот это состояние будет называться 3, 2D, 3, 2. А это состояние, а это состояние 3, 2D, 5, 2. Поэтому, как вы видите, идеальная лестница уровней, которая была в самом-самом кругом приближении, теперь превратилась в смещённую лестницу. При этом ступеньки несколько изменились. У нас возможны переходы с изменением полного момента не более, чем на единицу, потона момента единицы. Поэтому на этот уровень возможен переход с этого подуровня и с этого подуровня. И на самом деле, поскольку уровни находятся чуточку смещёнными, то энергии фотонов, которые здесь рождаются, будут чуточку разными. И это означает, что эта линия будет двойная. У неё будет две компоненты. Также будет иметь две компоненты и линия с переходом с этих двух уровней. Эти линии ультрафиолетовые, они всё равно не видны. А вот линии, соответствующие переходу с уровнями с n равными 3 на 2, они красные линии, они прекрасно видны глазом. Ну и тогда на одну вторую возможны переходы с этих двух уровней. И эта линия будет двойная. На этот расщеплённый уровень будут переходы отсюда. Заметьте, что расщепление уровней здесь разное. Потому что здесь расщепление уровней с n равного тройки. Здесь стоять будет девятка. Ой, стёрк. Это выражение для н, а. Вот здесь будет стоять девятка. А здесь расщепление для уровней с n равных двойки. Здесь будет стоять четыре. Даже не девятка, извините. Не девятка, а три в кубе двадцать семь. А в другом случае шестнадцать. Поэтому этих линий будут совершенно разные расщепления. Ну и кроме того, с три вторых можно перейти здесь на три вторых и одну вторую. А с пяти вторых можно перейти на три вторых. Здесь будет тройная линия. И вот оказывается красная линия водорода, которая долгое время казалась незыблемой. И поначалу её энергия и частота совпадали с тем, что мы наблюдаем очень хорошо. При более тщательном исследовании с помощью либо очень хороших спектральных дифракционных решеток, а лучше интерферометра фабрика РО, эта красная линия оказалась состоящей раз, два, три, четыре, пять, шесть, семи компонентов. И надо сказать, что эти компоненты очень неплохо совпадают с экспериментом. Но обратите внимание, что у нас спинно-орбитальное взаимодействие в зависимости массы от скорости с неловой рождения сильно у нас уровни оказались на разных высотах, но не полностью сняло вырождение. У нас этот уровень с G равный 1 и 2 оказался против этого уровня. Этот уровень с G равным 1 и 2, 3 вторых оказался против этого уровня. Говорится, что у нас снялось вырождение по квантовым числам G, но про квантовым числам L вырождение еще осталось. На самом деле оно тоже снимается, но это еще более тонкие эффекты, о которых разговоры впереди. Дело в том, что у нас, когда электрон летает вокруг ядра, пока он чувствует магнитное поле ядра из-за того, что электрон так бы движется, и ядро для него как бы крутится. Но поскольку ядро состоит пока из одного протона, но у этого протона тоже есть спин, само ядро тоже является магнитиком. И оно дает маленькую-маленькую поправку к энергии в две тысячи раз меньше, чем вот это расщепление. Но эти поправки неплохо видны на эксперименте. Если то, что мы сейчас говорили, называется тонкая структура энергетических уровней, то оказывается, что учет спины ядра снимает вырождение по главному квантовому числу С и еще больше все вырождает, еще больше все расщепляет. Это приводит к тому, что все линии тонкой структуры имеют сверхтонкую структуру. Но это еще не все. Те точности, которые позволяют сейчас измерять энергии сверхтонкой структуры, совпадают с точностью соответствующих расчетов до восьмого знака. В девятом знаке есть расхождение. Ну и далее. Если мы будем учитывать влияние нолька либо анимакума, то в девятый и десятый знак управляются. В одиннадцатом расхождение есть. Там могут лежать биополя, трансионные поля и прочее. Но только в одиннадцатом знаке после запятых. Сейчас мы будем делать все. Спасибо. 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 Продолжение следует...